Дизельный топливо каждый день растет, соответственно, расходы перевозчиков каждый день увеличиваются. С наступлением холодов стоимость дизельного топлива, зимнее, нам придется заправлять, оно составляет 280 тенге. Соответственно, расходы увеличатся чуть ли не на 30%, еще больше. Плюс автобус потребляет больше солярки в зимний период, потому что это на прогрев надо. Соответственно, выезжать на линию просто невыгодно. То, что мы зарабатываем, это надо потратить на солярку, и, соответственно, надо на ремонты, на зарплату и все прочее. Этих денег просто не хватает. Ежедневно ТО «Жоломан-Эк» выпускает на линию городских пассажирских перевозок 25 единиц техники, при необходимых 28. Это маршруты под номерами 7, 9, 3, 6 и 66. Компания старается полностью покрывать свои объемы. По словам заместителя директора «Жоломан-Эк», для снижения затрат компания вынуждена сокращать количество автобусов. Соответственно, из-за этого увеличивается интервал движения. Обновить автобусы в этом году, в принципе, и в общем, уже невозможно при этом тарифе. Если мы два года назад покупали автобусы, могли себе позволить купить новый автобус, то сейчас мы просто-напросто вынуждены эксплуатировать старый автобус, который сыплется, как вы видите. На линии выпускаем 100%, и в течение дня они начинают сходить с линии, потому что просто-напросто ломаются. Если бы цена дизельного топлива оставалась на уровне прошлых лет, тогда бы компания справилась бы с сложившейся ситуацией, говорит Иван Марышев. Между тем, по данным отдела предпринимательства, цена на зимнюю солярку еще в августе 2018 года составляла 217 тенге. Сейчас же на автозаправочных станциях эта цифра гораздо выше. Один из временных факторов, который позволяет сэкономить на дизельном топливе, это сократить количество автобусов. То есть уже расходы у нас уменьшаются. Но это временный фактор. Чтобы решить эту проблему, нужно изменение, увеличение тарифа. К нам неоднократно обращались перевозчики, с того же Ламан, также Тулпар Эк. Где-то с середины лета еще обращались к депутатам, к администрации Акимата, что им не хватает средств на перевозки. То есть запчасти дорожают. Сейчас солярка 280 тенге поднялась зимняя. Поэтому этот вопрос муссируется уже полгода. Ну и как бы на рассмотрение сейчас, подводим какие-то решения принятия, будет на рассмотрение городского маслехата и города. Данный вопрос находится на контроле у городской администрации и депутатов городского маслехата.